Доброе утро, уважаемые коллеги, я очень рада, что у меня есть такая возможность открывать данную секцию. Позвольте представить нашу полученную работу. Я не изменяю режима в среднем изгибитое в среднем изгибитое в кинозу в один дезиннирование белого кожи на переносимость эффективности. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, уважаемые коллеги. Доброе утро, уважаемые коллеги. При дезиннировании белого кожи зарегистрированы следующие решения по терапии. Это как монотерапия для основными препаратами белого кинозу, так и комбинированная терапия в сочетании с неконкипитерами. Данное исследование показало преимущество терапии белого кинозу, так и комбинированной терапии в сочетании с неконкипитерами. Как увеличение времени до прогрессирования, так и увеличение общей выживательности комбинированной терапии в сочетании с неконкипитерами. Несмотря на высокую доказательную эффективность данного вида терапии, очень часто наблюдаются прерывания терапии. Это основные следующие причины. Высокое, что обеспечение препаратов кинозу и кинозу не вошли в список жизненно важных препаратов в 2016 году. Поэтому обеспечение полностью жительства происходит в очень легких случаях. Это токсичность явления храненовского тюркозия и родитель резистентности к генозу терапии. Сектор нежелательных явлений, ставлен на слайде. Хотелось бы отметить, что он управляемый. При развитии токсических эффектов в 30 степени происходит рефункция, доза терапия не перерывается. Также, хотела бы отметить, что данные препараты не обладают гематологической токсичностью в сопоставлении с химиотерапией. Также, отмечая специфические нежелательные явления данной гематологической токсичностью, это маскокрепочный рак кожи, кетокантома, базально-клепочная карцина на кожу. И, несмотря на такой широкий спектр нежелательных явлений, качество жизни военных не страдает. Как на фоне монотерапии, так и на фоне комбинированной терапии гематологической токсичностью. Приобретенная резистентна токсичностью в практически 70% случаев условна реактивация марк сигнального курса. И лишь небольшая часть обладает методизовисимым механизмом прогрессирования. Как правило, в большинстве случаев происходит применение резистентности по разным гибитерам. В этом случае необходимо прервать терапию и проводить следующую линейку. Цель нашей работы послужила определить эффективность интервьютирующего применения гибитерного брака в аминоксинированной меланомой коже. На данную цель работы нас натолкнула, конечно, высокая эффективность данного вида терапии. На сегодняшний день практически половина работ в данной сфере ведется на поиск альтернативных режимов терапии. Был проведен систематический обзор клинических и доклинических исследований, где используются интервьютирующие режимы терапии барафами и конгибиторами. Анализ был проведен до 5 марта 2017 года. Также был проведен анализ трех историй болезней больных с метастатической меланомой кожи, получавших терапию гибитерами бараф, наблюдающихся вне онкологии имени Петрова. Было найдено 28 публикаций, 4 из которых соответствовали критериям запроса, описывали одно экспериментальное лечение, серии клинических случаев и также проанализировано 3 истории болезни. На данном слайде представлена таблица, это сводка анализированных данных. Градиент сброса возраста больных составлял от 34 до 88 лет. Больше чем в половине случаев, практически во всех случаях проводилась редукция дозы ввиду токсических эффектов. Однако спектр токсичности был управляемым. Также позвольте представить обзор клинического случая, который также вошел в сводку данных. Это пациентка 34 лет с метастатической меланомой кожи, с мутацией барафа 600Е. Несмотря на то, что диагноз был поставлен в 2008 году, лишь в 2012 году заболевание было верифицировано. Пациентке проводилось неоднократное оперативное лечение. Несмотря на это, с марта 2014 года отмечалось прогрессирование в виде появления отдаленных метастазов в печени, в легких. После этого пациентке проводилось системное лекарственное лечение. Первая линия была химиотерапия, декарбазина в сочетании с миотформином, эффект терапии, стабилизация, которая сохранялась в течение полугода. Однако затем последовало прогрессирование заболевания, появление нового очага в мягких тканях. Пациентка была включена в программу расширенного доступа к препарату Пелемумаб. Ей было выполнено 4 введения препарата, нежелательных явлений не отмечалось. Однако эффекта терапии не последовало. Практически сразу отмечалось прогрессирование процесса. В тот момент у пациентки уже была определена мутация В-600Е и была начата монотерапия вемрофенима в полных дозах. Однако у пациентки, наблюдаясь нежелательные явления, доза препарата была редуцирована до минимальной, 480 мг 2 раза в сутки. И на минимальной дозе препарата уже через 2 месяца от начала терапии наблюдалось выраженный клинический эффект в виде полной регрессии очагов в мягких тканях. Также отмечалось значительное уменьшение очагов в печени. Нежелательные явления оказались в управляемом спектре. И к январю 2017 года отмечался дальнейший эффект терапии в виде уменьшения размеров очагов в печени. К маю отмечался полный регресс в легких. Следует отметить, что у пациентки отмечалось увеличение ранее определяемых метастазов в мягких тканях. Однако не проводилось оперативное лечение и заболевание продолжало быть контролируемым. У данной пациентки наблюдается выраженный эффект на фоне третьей линейной терапии. При этом доза препарата минимальна. Терапия проводилась со значительными перерывами. Достигнут контроль над заболеванием и продолжается эффект уменьшения очагов в печени уже через год от начала терапии. Также полный регресс в легких. Из о вышесказанного и проанализированного материала мы сделали следующие результаты у нас получились. Данные исследования не показали различий в результатах для пациентов, нуждающихся в прерывистой терапии ингибиторами теразинкиназа или редукции дозы по сравнению с пациентами, получающими терапию в полном объеме и непрерывно. Выявлена лучшая переносимость терапии при прерывистом режиме. Результаты доклинических исследований позволяют предположить, что интермитирующее введение может отсрочить начало появления резистентности к барафингибиторам. Прерывистая терапия может позволить пролонгировать лечение при возникновении желательных явлений, даже тяжелых степеней, без редукции доз препаратов. Данных о более низкой эффективности интермитирующей терапии данного вида лечения не получено. И проведение интермитирующей терапии может увеличить безопасность и эффективность данного вида лечения. Однако это все требует подтверждения в рандомизированных клинических исследованиях. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Екатерина Михайловна. Вопросы? Скажите, вы представили три случая, получается, как свой опыт, а в дальнейшем исследовании планируется набор пациентов и изучение этого вопроса? Да, мы думаем над этим. У нас появились такие мысли, учитывая, что работ по данной теме проводится немного. По данному нашему исследованию мы получили такие данные. Нам бы, конечно, хотелось и дальше проводить это исследование, набирать пациентов в свою группу. Однако из-за высокой стоимости терапии на территории Российской Федерации пациентов, получающих данной терапии, немного. Поэтому набор в группу будет продолжительным. Один из вариантов – это они за свой счет приобретают, да, эти препараты, получается? В настоящее время, да, только в редких случаях происходит обеспечение данным препаратом. По месту жительства это скорее как исключение из правила. В основном пациенты приобретают самостоятельные препараты. Спасибо. Да, пожалуйста. Екатерина Михайловна, спасибо за Вашу интересную презентацию. Вот мне хотелось бы узнать, а вот интермитирующая терапия – это новелла, то есть это что-то новое, проложенное конкретно Вами, или это все-таки какие-то работы уже проводились для Вас касательно интермитирующей терапии? Если это новелла, то есть что-то инновационное, именно Вами предлагаемое, закреплено в этом интерпатенте в Российской Федерации? Да, спасибо за вопрос. Тут скорее получилась следующая ситуация, что клинический опыт подтолкнул ученых к изучению данного вопроса. Это не наше изобретение. Просто натолкнувшись на ряд клинических случаев, мы сами начали поиск информации. И определили, что небольшое количество клинических, не клинических, а доклинических наблюдений. Это скорее как ряд клинических случаев был описан в литературе. Сейчас идет тенденция к изучению данного вопроса. Скорее жизненные обстоятельства и реалии современности наталкивают на дальнейшее изучение данного вопроса, чтобы оптимизировать данный вид терапии и, возможно, выявить те альтернативные режимы терапии, которые позволят сэкономить средства пациентам, снизить токсичность или сделать более управляемым спектр токсичности. И также отсрочить время допрогрессирования, то есть отсрочить именно момент наступления резистентности к препарату. Но это не наше изобретение. Это скорее как последующее изучение ввиду получения клинического опыта. Спасибо, Катя Михайловна.